Почему вы выступаете за президентскую республику? 33 года независимости является четким примером того, что Молдова дальше не может продолжить свой путь, как парламентская республика. С каждым созовом депутатов, качество наших депутатов, вы извините, ну, скажем так, приходит в никуда. Да. Плюс парламентская республика – это коллективная ответственность, которой начальников много, но реально никто ни за что не отвечает. У нас вообще в стране осталось, наверное, около двух миллионов человек, а руководители, начиная местными районными советами, местный рэкет, который шантажир и деревья, оканчивая парламентом, то есть количество начальников в стране, оно просто какое-то сегодня безумное. Поэтому сегодня четко понимаю, что президентская республика – это в первую очередь диктатура порядка в интересах государства и диктатура ответственности перед гражданами. У нас абсолютный абсурд, как и в других странах, в принципе, не только у нас, это когда за стол переговоров допускают только партии, которые прошли порог. В Молдавии – это 5%. Скажите, пожалуйста, а если в партии 3-4% рейтинг, но у них очень хороший министр, например, здравоохранения, либо другой какой-нибудь кандидат. То есть у нас этого нет. Поэтому я выступаю за президентскую республику, выступаю за нормальную здоровую диктатуру, как самый быстрый способ решения всех проблем. Как можно быстрее добиться парламентских выборов, уменьшить количество депутатов, у нас там 101 депутат, из которых 85 круглый год. Не круглый год, а все 4 года. 21 что-то еще предлагают. Создать правительство из профессионалов. Привлечь все партии – это будет первый прецедент на постсоветском пространстве. Когда за стол пригласили переговоров даже партии, которые не прошли порог 5%, меня интересуют, какие достижения есть у этого человека в жизни. То есть что он может нам предложить. Не на бумаге, а реально какие реализации стоят за спиной того или иного чиновника. Если говорить сегодня, например, про президента и полноту власти, вот я бы вел должность первого вице-президента. Вот пусть человек, который выходит во второй тур с действующим главой, с будущим, с бывшим главой государства, пусть он отвечает перед своими избирателями за те обещания, что он делает. Потому что чаще всего выборы у нас выигрывались 52 на 48, 51 на 49, да неважно. Даже если 60 на 40, вы понимаете, что получается половина страны проголосовала за другого кандидата, который проиграл. И я считаю, что тот, кто проиграл, должен становиться вице-президентом. Да, вот такой диктатор, который предлагает должность вице-президента. Так это же очень серьезное заявление. Смотрите, это ровно то, что я вас спрашивал в начале передачи, какая система сдерживания противовесов. Это же уникальное политическое предложение, нигде такого в мире не было. Чтобы вице-президент был от оппозиции. Бывает представительство оппозиции в парламенте, закон об оппозиции, бывает представлена оппозиция в правительстве. Но вице-президент, а как вы будете распределять полномочия между собой в таком случае? С полномочиями мы разберемся. Вы поймите, он не сможет быть только верховным главнокомандующим. Но, например, мы точно договоримся, если, например, президент страны утверждает послов, мы точно найдем общий язык, в каких странах может предлагать вице-президент и в какие предлагает президент. Еще раз, вы поймите, у меня задача объединить общество, объединить разных сторонников, людей, которые постоянно искали для себя в жизни в виде спасения какой-то вектор и все это до сих пор его не могут найти, либо меняют его раз в 4 года. Продолжение следует...